В нашей стране официально новый праздник. В соответствии с указом президента Российской Федерации, 2 октября теперь отмечается День среднего профессионального образования. Это дата известна в истории с 1940 года, когда законодательно было закреплено существование системы профтехобразования, состоявшей из трех видов училищ – ремесленных и железнодорожных, а также школ фабрично-заводского обучения. Наша Щелковская земля испокон веков была кузницей рабочих кадров, а работающего в Долгом Ледове с 1947 года Щелковскому колледжу исполняется в этом году 75 лет, который, конечно, не остался в стороне от праздника. 75 лет этому структурному подразделению, головному структурному подразделению, которому были присоединены в разные годы разные отделения, бывшие техники, колледжи, ПТУ нашего городского округа, Фрязин, Василий Петровский. И вот было принято решение именно в эти юбилейные годы, именно в дни СПО проводить посадку таких деревьев, потому что мы таким образом благодарим людей, которые внесли вклад в развитие системы СПО. Благодарим учителей главным образом, хотя и не только. Здесь появится аллея почета. Рядом с основным учебным корпусом будут расти красивые зеленые туи. На одной из табличек указателей, которые теперь всегда будут возле этих деревьев, начертана фамилия ветерана профтехобразования, заслуженного мастера производственного обучения Российской Федерации, преподавателя Щелковского колледжа Геннадия Гибовского. За 50 лет своей работы он подготовил не одно поколение специалистов для сельского хозяйства страны. Просто жизнь прошла как-то на одном дыхании, на одном полете. И вот когда приходишь в это заведение, в наше учебное заведение, как-то сразу вливаешься в такое вот родную семью, которая, конечно, уже за столько лет она стала действительно просто родной. И уже жизнь без нее была немножко. На торжественных мероприятиях, посвященных Дню среднего профессионального образования и 75-летию Щелковского колледжа, выступили гости из Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей. Лучшие работники учебного заведения были награждены грамотами и благодарственными письмами. Андрей Циханович, Михаил Налетов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...